Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги пророка Иезекииля. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. Первые 11 глав — это два видения, которые были Иезекиилю в начале VI века в Вавилонской земле. Он был переселен вместе с другими многими иудеями из Иудеи туда в Вавилон, еще до разрушения Иерусалимского храма. И он беспокоится о том, что будет с его народом, с его городом Иерусалимом, с его храмом в видениях. Собственно, Господь ему это открывает для того, чтобы он передал это израильтянам. В 12 главе начинается отдельное его изречение. «Было мне слово Господне», будет он много раз говорить, и это, в отличие от предыдущих развернутых видений, уже не какая-то яркая картина, это некий небольшой текст, но есть тоже и вещи, которые очень зрелищны. Иезекииль, он вообще визуал, как я уже говорил, то есть он воспринимает в основном образ, а не слово. Потом этот образ он облекает в слово. «Было мне слово Господне, сын человеческий, ты живешь среди мятежного племени, есть у них глаза, чтобы видеть, а не видят, есть у них уши, чтобы слышать, а не слышат, ведь они мятежное племя». Вновь и вновь вот этим мятежное племя будет звучать название. Ну вот, все люди иногда что-то делают не так, но вот эти люди, у них этот мятеж в крови, вот они так устроены. «А ты, сын человеческий, соберись переселяться и отправляйся в путь днем у них на глазах. Отправляйся из родного дома в другое место у них на глазах, может, хоть это увидят они мятежное племя. Вынеси свои вещи, те вещи, которые берут при переселении, вынеси их из дома днем у них на глазах, а вечером у них на глазах отправляйся в путь сам, бросив свой дом. На глазах у них сделай пролом в стене и вытаскивай вещи через него. На глазах у них возьми свою ношу на плечи, тащи ее в потьмах, закрыв лицо, чтобы не видеть себе этой земли. Таким знамением я сделал тебя для дома Израилева». Но в переезде нет ничего ужасного, ну вообще, конечно, есть, но это не всегда трагедия, иногда, наоборот, переезжают в хорошее место. А вот здесь нарочито переселение в вынужденное, пролом в стене, да, то есть дом разрушается, из него уезжает то, что дом разрушается. Это, конечно, образ Иерусалима, городская стена будет проломлена, люди будут переселяться, закрыв лицо, то есть в состоянии позора, ужаса, вот не из лачуги во дворец, а из родного дома куда-то на чужбину. И, собственно, он предсказывает будущее Иерусалима. С ним-то это уже произошло. Но вот его родной дом, может быть, это было даже еще до его переселения в Вавилонскую землю. Трудно сказать, здесь уже нет датировки. Во всяком случае, мы видим, что изгнание иудеев из Иерусалима, оно вот здесь вот изображается в поведении одного пророка. Бедный Иезекииль, то ему приходилось лежать на Баку, вести осаду кирпича, изображавшего Иерусалим, и есть очень небольшое количество пищи, и пить совсем немного воды в день. Вот здесь он переселяется, то есть роль пророка очень незавидная роль. Он, собственно, переживает сам все то, что переживут другие люди заранее. А потом это и с другими людьми происходит, и он, может, тоже в этом участвует. Я поступил так, как было мне приказано, днем собрал свои вещи, те вещи, которые берут при переселении, а вечером своими руками сделал пролом в стене, вынес свою ношу и в потьмах звалил ее на плечи у них на глазах. Даже не сказано, куда пошел, то есть вот просто взял и вышел из дома, там странствовать начал или где-то под забором спал, не знаю. Было мне поутру слово Господне, сын человеческий. Не спрашивал ли у тебя дом Израиля в мятежное племя? Что ты делаешь? Ага, ночь переночевала, а с утра ему Господь, да, ну и как прошло? Такой какой-то прямо вот жестокий юмор, да, вот в отношениях Бога и пророка. Вот никак Бог его в покое не оставит. Иеремей на это очень жаловался, а Иезекииль даже не жалуется. Передаем такой ответ от ладыки Господа, а весь народ там собрался, что за чудак? Вот с чего он вытворяет? Ночью из дома ушел и где-то там спал под забором. Что это было? Передаем такой ответ от ладыки Господа. Это предвестие для вождя Иерусалима и всех живущих там израильтян. Он же даже кажется уже не в Иерусалиме, хотя мы не уверены, может быть, там. То есть передадут на расстоянии, заранее будут знать. Скажи им, что ты сейчас делаешь? Что произойдет и с ними, когда они будут переселяться, как изгнанники? Их нынешний вождь в патьмах взвалит ношу свою на плечи и пойдет прочь, сделает для него пролом в стене, о котором он и выйдет, а лицо свое он закроет, чтоб не видеть ему этой земли. Раскину я над ним сеть, поймаю его в ловушку, отведу его в Вавилон, в страну халдеев. Но он не будет ее видеть, и там он умрет. Ну, лицо свое закроет, не будет видеть, возможно, речь идет об ослеплении, о такой очень жестокой мире, когда человека не просто уводят в плен, но еще и делают слепым, чтобы он, наверное, не смог никогда вернуть себе свое прежнее положение, стать каким-то лидером своего народа. Смотрите, народ, который не захотел играть свою роль народа, несущего другим весть о Боге, все равно ее сыграет, но только через изгнание, через унижение. Они пойдут уже не с проповедью Бога, которая должна прозвучать свободно и открыто, но с рассказом о бедствиях, которые их постигли. Как книги пророка Иоанна, пророк проповедует, что он боится единого Бога в ситуации бедствия на корабле, а когда его Господь просто отправляет, он не идет. Вот что-то подобное будет и с ними. Еще одно высказывание, которое Господь ему посылает. «Было мне слово Господне, сын человеческий, хлеб свой ешь с опаской, воду пей в тоске и унынии. И передай народу этой страны, что говорит Владыка Господь обо всех, кто живет в Иерусалиме и стране Израиля, хлеб они будут есть в тревоге, взвешивая куски, и воду будут пить в унынии, отмеряя глотки, потому что опустошена будет некогда изобильная земля за преступления всех ее жителей. Населенные города опустеют, и страна превратится в пустыню, тогда будете знать, что я Господь». Вот ситуация осады, когда вражеское войско и продовольствие неоткуда подвезти, это ситуация, когда хлеб едят в тревоге, взвешивая куски, и воду пьют, отмеряя глотки. Вот ни того, ни другого не хватает. «Было мне слово Господне, сын человеческий, что это за поговорка у вас такая в стране израильской? Дни идут, а видение не сбылось». Ну, то есть, он им пророчествует, пророчествует, а люди на завтра опасаются, послезавтра так еще думают, да, наверное, будет. А через три-четыре дня, да, ну, ерунда какая, обойдется. «Передай им, что говорит владыка Господь, уничтожу эту поговорку, и не станут больше говорить так в Израиле. И вот что скажи им. Наступают дни, когда исполнится видение, и не будет в преддоме Израилевом не сбывшихся видений и ложных прорицаний, ибо сам я, Господь, буду говорить, и что скажу, то сбудется неотложно. Я изрек слово, и исполню его еще в ваши дни, мятежное племя пророчества владыки Господа». Ну, здесь даже комментировать нечего. Вот, может быть, есть какое-то такое здесь значение, что вообще-то угрозы могут быть и отменены. Господь говорит, ну, если вы так к этому относитесь, если вы считаете, что никакая угроза не сбудется, больше отмененных угроз не ждите. Теперь все, что я обещаю сделать, я с вами сделаю. «Было мне слово Господне, сын человеческий». Дом Израилев рассуждает так. «Видение, которое открылось, ему сбудется не скоро. Он пророчит о далеком будущем. Поэтому передаем, что говорит владыка Господь. Впредь не замедленно исполнится никакое мое слово. Что скажу, то и сбудется. Пророчество владыки Господа». Ну, если уж сбудется, то можно, по крайней мере, сказать, не скоро, подождем еще, мало ли что там будет. Может, мы вообще не доживем, а это про наших потомков. Ну, нас это не касается. Нет, все это, к сожалению, сбудется здесь и сейчас. И более подробно о том, как это произойдет, нам говорит 13 глава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова